Дорогие друзья, я благодарю Российский и Еврейский Конгресс за представленную мне возможность принять участие в акции «Мы помним». Я Саня Вичфаина, была совсем маленькая, мне было чуть больше года, когда началась война. И моя семья оказалась в гетто с сентября 1941 по март 1944 года. Все, что пришлось пережить в моей семье в гетто, я знаю только по рассказам моих родных. Нашу семью и много евреев нашего местечка остались живы благодаря украинцам, которые нас спасали. Спасались риском для своей жизни. С 1997 года, с момента открытия в Туле Хеседа, Хаздейны Шама, мы ежегодно собираемся. Узники концлагерей, узники гетто, зажигаем 6 свечей в памяти 6 миллионов евреев, уничтоженных в Европе и в Советском Союзе. В 1997 году нас было в Хеседе 40 узников гетто. К сожалению, сейчас нас осталось только 4 человека. В 2019 году мы открыли дом для пожилых людей и назвали его именем Рахель Сокол. В сентябре 1941 года Рахель пришла к отцу и просила, чтобы вся семья уехала из Киева. Но отец сказал, нет, никуда мы не уедем, что будет со всеми евреями, то будет и с нами. Но Рахель взяла маленьких крошечных детей и уехала на вокзал, уехала поездом в никуда. В результате в Бабину Яру расстреляли 17 человек из семьи Сокол, а Рахель с детьми в Саратове остались живы. Сейчас мы в Туле гордимся нашими благотворителями Арнольдом и его сыном Борисом Соколом, известными в нашем крае благотворителями. Я хочу пару слов сказать о книге Хайма Андермана, которую наш благотворительный центр помог ему издать еще в 1997 году. Книга называется «Зачто? Моя жизнь в гетто и вне его». Я убеждена, что эту книгу должен почитать каждый. Она написана талантливо и с сердцем. Из фашистского лагеря его отправили в сталинские лагеря, а затем на шахту в Узловую. Памятник на обложке этой книжки сделан руками автора. Он всю жизнь стоял на письменном столе Хайма Андермана. Я хочу сегодня поблагодарить благотворительный фонд РЕК и лично Юрия Саковича Каннера за его огромную работу по сохранению памяти жертв Холокоста. Спасибо за внимание.